Потому что в том состоянии, в котором он их видел летом, по его словам, это ни в какие ворота не лезло. И понятное дело, что они были полностью разобраны. А сейчас в самый разгар чемпионата можно посмотреть все, на что они способны. У канадцев уже не получаются атаки с ходу. И они стараются больше через вброс или просто пробрасывая себе шайбу. Но вот сейчас наконец-таки удается им войти в зону. Бросок поворота. Максим Третьяк сейчас пытается бороться за эту шайбу. Все-таки команда Западной хоккейной лиги открывает счет в этом матче. И, к сожалению, мы опять вынуждены отыгрываться. Кого поздравляют? Харкинса. Неужели именно он во втором матче подряд сумел забросить шайбу? Да, показывают нам именно 15-го номера Дженсона Харкинса. Ну, смотрим, канадцы въехали в зону. Харкинс бросает. А нет, Харкинс добил уже шайбу, которая перелетела через спину Максима Третьяка. А это Брейденпоинт, между прочим, со входа в зону здесь бросал. Да, проиграли мы борьбу на пятачке, честно говоря. Портопович, во всяком случае, прессингует соперника. У нас там уже во втором периоде ближняя лавка в зоне соперника. То есть мы можем быстрее проводить смену. Пользоваться этим преимуществом. Бросок поворотом. И гол! Один-один! Вот о чем мы и говорили, что немного упростили игру. Начали больше бросать поворотом, набрасывать. И сейчас вывели на бросок Сергея Зборовского. И очень хорошим броском он смог поразить цель. Гроб и Блэкли здесь находились на льду. И действительно, Зборовский... Да, спустился немножко с синей линии. Выполнил подбор и под щитком запустил эту шайбу. Обратил внимание, что у Яскова передачи-то не получилось. Что шайба-то пошла в результате рикошета к Зборовскому. Да, в результате рикошета она попала к Зборовскому. Опять же, вот я и говорю, он немного спустился с синей линии. И хлестким кистевым броском смог поразить ворота. Но это приятно. Один-один. Я думаю, что, во-первых, у наших ребят и настроение поменяется. Потому что, казалось, да, вот опять вроде как может все вернуться на круги своя. А так мы достаточно быстро отыгрались. Не в третьем периоде. И вот нам показывают, что... И вторую шайбу мы забрасываем достаточно быстро. Дуплетиком стреляем. Эдин Хилл свою команду не выручает. А Яковлев принимает поздравления. Как раз хотел только что сказать, что первая заброшенная шайба должна придать силы, хороших эмоций нашим игрокам. И, как мы видим, Яковлев в следующей же смене смог забросить шайбу. И обратите внимание, Брейден Пойнт ошибся. Заигрался и не сумел передачу выполнить. А дальше Яковлев получает пас от партнера. Бросок кистевой в дальний угол. С висящим, в общем-то, сзади соперником. Это Кейл Клак был, между прочим. И голевая передача у нас была исполнена Николенко. Можно отметить действие Николенко во время этой заброшенной шайбы. Очень-очень хорошо прервал эту передачу на синей линии. И, протащив шайбу, сделал передачу Яковлеву. Да, ну и самое главное, Яковлев-то бросок исполнил фантастически, на самом деле. Там тяжело ему было с Клаком бороться. А вот сейчас важно не пропустить Ширли. 2-2! Как быстро у нас разворачиваются события в этом матче. Ну что теперь? Одного оставили Ширли. Ширли, по сути, обыграл один в один Максима Третьяка. Как же так, мы провалились? Сейчас повтор покажут. Не Ширли, это был Сидоров. 34-й номер. Вот Ширли здесь поборолся у борта. И Сидоров вот оставили шайбу. После чего... Колганов здесь сделал передачу. Лаута шайбу потерял. Не получилось передача. Не получилось передача, да. И первым на подборе шайба оказались канадцы. И в итоге разорвали нашу оборону. Да. А в этом сезоне, ну, пожалуй, главной надеждой, наверное, можно назвать Дениса Гурьянова. Но, опять же, вполне возможно, что на самом молодежном чемпионате мира ведущую роль на себя должны будут взять другие игроки. Которых возьмет Валерий Николаевич. Еще раз нам показывают повторы заброшенных шайб. В том числе и в наши ворота. Отметим, что события у нас развиваются достаточно быстро. Да, но мы по инерции называем эту сборную сборной Канады. Но, понятное дело, что мы имеем в виду сборную именно западной хоккейной лиги. Снова проигрываем бросованием. Мы, к сожалению, в этом меньшинстве не помогаем Максиму Третьюку, не помогаем мы себе. Поэтому, я думаю, что состав у нашей сборной будет сильнейшим, который только может быть. Надо сказать о том, что сборная России со сборной лиги КВБ, это Руэн Норанда и Галифакси. Будем заканчивать североамериканское турне. Гроб сейчас рывается на очень опасное место. И, честно говоря, тяжело ему было бросать с этого острого угла. Да, и поэтому пытался он передачу взять. Опасно, на пятачок шайба выскакивает. Ну и кто тут Блакли помешал? Максим Третьяк или кто-то из защитников? Мне показалось, что Максим Третьяк бросился под эту шайбу и смог ее перевести за пределы поля. Вот, сейчас на повторе нам будет хорошо, очень видно. Во-первых, прошла передача, и она была целенаправленно сделана Меркле. Вот здесь вот. Нет, все-таки, по-моему, Клюшка Протопович не позволила шайбе дойти до Максима Третьяка. Ну, Джо Кикитс, вот вам показывают, играет за Викторию. 133 очка в 186 играх западной хоккейной лиги и показательной полезности плюс 39. Кстати, он капитан Виктории Ройлс. Ой, какая ошибка сейчас. К сожалению, сборная России пропускает. И Хаверлик становится автором заброшенной шайбы. Ну, мы, в общем, чувствовали, что будет нам очень-очень тяжело, и это еще раз подтверждается. Очень быстрая атака, в которой мы не успели закрыть зону. Да, вот здесь перехват шайбы у борта. Еще одна ошибка. Ну, и в итоге Третьяка уже здесь расстреливают. Да, очень... Позлеев ошибся, в конце концов. Именно он не сумел выбить шайбу, которая уже покатилась прямо на клюшку к восьмому номеру. Вот смотри, мы в шестером играем. Все, Максим Третьяк отправился на скамейку. Ну, вот, наконец-таки мы завладели шайбой. Вовченко отрисует. И отличный момент у нас был у Ивана Николишина. Ну, и, к сожалению, мы не сумели им воспользоваться. И все, сборная западной хоккейной лиги выигрывает этот матч со счетом, судя по всему, 4-2. Но я хочу похвалить все равно сборную России за эту попытку, потому что она была засчитана. Да, в ней не было заброшенной шайбы, но мы разыграли эту комбинацию. Но момент был очень хороший, да. Вот Фозлеев отдал пас из-за ворот. Вратарь уже смотрел на дальнюю штангу и... Ничего не контролировал абсолютно. Шайба просто попала в него. Просто попала в него. И, к сожалению, после этого мы ее подобрать не смогли. И атака на пустые ворота.